В Сыктывкаре прошло первое заседание Координационного совета по стратегическому управлению. Указ о его создании подписал голова Коми Владимир Уйба. В центре внимания проекта республиканского бюджета. Прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года, а также развитие Усть-Целемского и Ишемского районов. Ксения Лосева продолжит. В ближайшие три года бюджетная политика региона будет строиться на принципе сбалансированности. По предварительным подсчетам безвозмездные поступления в 2023 составят 15,8 миллиардов рублей. Расходы на 2023 и 2024 вырастут. В приоритете правительства республики исполнение всех социальных гарантий и реализация региональных проектов в рамках национальных целей развития, обозначенных президентом России. Республика выступает в качестве софинансирования выплат на детей 7-8-17 лет. То есть у нас только на выплату эти порядка 820 миллионов, это по уточненным данным сейчас у нас пришло, это у нас софинансирование со стороны республики. Мы увеличили у нас выплату на догодификацию, мы увеличили стоимость питания, в том числе и, так скажем, просмотрели и именно ранжировали, как на южные регионы, так и на северные с учетом повышения. И в отношении всех национальных проектов они все выполняются в полной мере. Одна из приоритетных задач – привлекать как можно больше средств из федерального бюджета. Уже выделенные средства необходимо осваивать в полном объеме и в установленные сроки. В рамках адресной инвестиционной программы основная часть расходов будет направлена на строительство и реконструкцию социально значимых объектов в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта. Особое внимание строительству на селе. Так, например, в Ижимском районе появится сразу несколько новых объектов. Продолжает строительство школы детского сада в деревне Усть-Ижма ввод в эксплуатацию в феврале 2023 года. Начато строительство школы на 600 мест в селе Ижма, ввод в эксплуатацию в 24-й год. Строительство детского сада в деревне Бакур с планируемым сроком ввода объекта в эксплуатацию в 24-й год. В области здравоохранения рассматривается в участковые больницы в селе Шелья-Юр в рамках программы первичной звена здравоохранения, а также пять фельдшерско-акушерских пунктов. Развитие северных Ижмы и Усть-Цильмы также один из приоритетов. Население в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах должно получать качественные образовательные, медицинские и другие социальные услуги. Так, например, сегодня в Усть-Цильме полным ходом идет строительство лечебного корпуса. На эти цели в рамках адресно-инвестиционной программы КОМИ предусмотрено более 570 миллионов рублей. Мы должны закончить строительство лечебного корпуса в 2023 году. Я уточняю, не в 2023 году, а в июле 2023 года. Это значительно точнее в честь того, что уже осталось меньше года. В связи с этим мы были, смотрели буквально там две недели назад, как будто неплохо идут темпы освоения, но на этот год нужно освоить более 300 миллионов рублей. В 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить семь общественных территорий в Ижимском районе и две в Усть-Цильмском. Благодаря народному бюджету приведут в порядок 12 объектов. Работу над планом стратегического развития территорий продолжат. Заседания Координационного совета, на котором в том числе будет обсуждаться и этот вопрос, будут проводиться в очной форме не реже одного раза в месяц. Ксения Лосева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрген, Сыктывкар.